Генеральный партнёр программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнёр программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». А сейчас время региональных новостей. В эфире «Анапа-Регион» и я, Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, коротко о главных темах выпуска. Как начислять и с кого взымать? В Анапе обсуждали механизм курортного сбора. Итоги года и планы на будущее в Анапском сельском округе состоялся сход общественности. Массовый заплыв на курорте стартовал муниципальный этап Кубка губернатора по плаванию. Как начислять курортный сбор на каждого отдыхающего или по количеству мест в санаториях и гостевых домах? Как при этом заставить платить тех, кто уходит от налогов и скрывает отдыхающих? Пока вопросов в важнейшей теме курортного сбора больше, чем ответов. Жаркая дискуссия разгорела с наседанием Думского комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса, туризма, здравоохранения и образования. Глава Анапы Сергей Сергеев и депутат Государственной думы Иван Демченко приняли участие в работе местных депутатов. Каждый год Анапа принимает все больше гостей. В 2016 году в пик сезона на курорте находилось до 450 тысяч человек в сутки. Инженерные сети, городское хозяйство, пляжи испытывают колоссальную нагрузку. На восстановление нужны огромные средства. Повысить доходы территории за счет курортного сбора. Проработать этот вопрос правительству поручил президент России Владимир Путин. Но пока федеральные власти не дали четкую картину, как начислять и администрировать новый платеж. Вера Севрюкова высказывает мнение, курортный сбор надо начислять на человека. Человек приезжает в город, пожалуйста, есть аэропорт, железнодорожный вокзал, есть остановки. С одной стороны, предложение верное. Из общего числа гостей, в прошлом году это почти 5 миллионов человек, 50% приходится на туристов, не охваченных организованным отдыхом. Они едут на личных автомобилях, пользуются железнодорожным и авиатранспортом. Но как администрировать такой платеж? Могут возникнуть трудности. Не отдых, а командировка, не гости, а родственники. Нюансов масса. Нет справедливости и в том случае, если вести курортный сбор на койко-место. Получается, что крупные налогоплательщики, санатории и пансионаты будут платить. А нелегальные гостиницы на землях СЖС и сотни незарегистрированных предпринимателей опять уйдут в тень. Путевку взяли сейчас люди, да, и все почти звонят. Когда будет решено по курортному сбору? Бухгалтер говорит, мы уже за эти взяли с них, да, налоги оплатили. И если мы сейчас сами будем платить 150 рублей в день, 10 дней, 1500, 4 человека, 60. Посчитайте сколько, считай где-то, ну, миллиона 4. Я отсюда буду платить. А я же уже налог заплатил. Теперь получается двойное налогообложение. Курортный сбор должен стать инструментом для вывода из тени незарегистрированных предпринимателей в сфере туристических услуг, уверен глава Анапы. Мы постоянно выявляем средства размещения, вот даже крупные. Я, к примеру, в начале того сезона на Ленинградской нашел сам гостиницу, потому что люди из-за того бы сошли. Я говорю, вы куда идете? Проверяем ИЖС. Проверяем два кубика воды. А у него 100 человек единовременно и бассейн огромнейший во дворе. Прекрасно. И он не будет платить, понимаете? А тех, кто законопослушный, мы их опять будем ошкуливать. Причем я и говорю, как он не будет платить, когда, значит, надо на него подавать в суд, когда мы введем судебную практику, вы понимаете, привлекать судебных приставов, отключать воду по решению суда. Но это можно проконтролировать, а это невозможно. Да подождите, ну здесь есть рациональное земло, мы же должны к этому приходить, даже на примере курортного сбора. Представитель высшего законодательного органа власти в России поддерживает эту позицию и предлагает механизм для реализации предложения. Надо создавать в комиссии налоговая служба, участковый, финодел наш, ТОСы, каждый двор, и поехали, как перейти. Участники важного разговора едины во мнении. Проект пока сырой и требуют тщательной проработки. И речь не в сумме, а в правильном механизме, который будет эффективным и полезным для всех. Для бюджета, для предпринимательского сообщества, для санаторно-курортной сферы в целом. Центральный парк станицы Анапской будут благоустраивать. Русло реки Анапки почистят от ила, чтобы в дождь вода не потапливала окрестные дворы. Об этих и других перспективах развития Анапского сельского округа шла речь на встрече общественности с представителями администрации и депутатами. Перед тем, как строить планы, глянулись назад. Отметили, что год был насыщенным. В зале одна большая команда. Так говорят они сами. Представители местной администрации, территориального общественного самоуправления, казаки, депутаты горсовета, которые мыслят на уровне всей станицы, а не отдельных округов. В Анапской отремонтировали часть улицы Краснодарской, подъезд к хутору Усатого Балка. Восстановили тротуары на трех улицах. Убрали 40 аварийных деревьев и посадили 60 молодых. Привели в порядок 12-ю школу. Построили 4 детских площадки. Депутат Госдумы Иван Демченко на средства из своего фонда приобрел автомобиль для амбулатории. Доклад главы сельского округа занял в общей сложности около получаса. Год был очень насыщенный и много чего мы сделали, конечно бы одному не справиться. Я, конечно, благодарен нашему главе Сергею Павловичу Сергееву, его заместителям и, конечно, своему коллективу, администрации, ТОСовцам. Потому что вот без них, без всего коллектива, без инициативной группы, которые постоянно ходят, постоянно чего-то просят, тоже нельзя. Вот на основании этого всего вот и получается. Большая часть задач ставится на советах общественности. Так, в минувшем году в Анапе появился подземный переход. Теперь местные жители в безопасности, а пропускная способность центральной трассы значительно выросла. Также удалось решить вопрос с канализацией в районе улиц Мира и Солнечной. У нас идет большое взаимопонимание с администрацией, с главой, с его заместителями, со всеми. Все, что выносятся вопросы, что мы выносим, это все учитывается, принимается и решается. Стараемся решать на месте все это в основном, чтобы не выносить это все, допустим, куда-то в другое место. Когда пишут письма, они направляют на администрацию. То есть сейчас мы стараемся, чтобы люди приходили здесь, говорили о своих проблемах и чтобы эти проблемы решались у нас здесь. Таким образом удалось отсыпать часть улиц. На эти цели ушло порядка трех тысяч кубометров щебня. В городской администрации о работе станичной команды говорят со знаком плюс, при том, что сегодня Анапская своеобразная ворота города-курорта. Именно здесь отдыхающие получают самые первые впечатления. На юстике есть спортивная площадка FIFA, где в 2018 году будет в нашей России чемпионат мира. А площадка, где будут тренироваться участники, находится в центре станицы Арабской. Мы там будем вести большую работу по реализации этой спортивной площадки. Городские власти говорят, что в ближайшей перспективе большая работа в центральном парке станицы. Парк у нас есть, в кадастре он стоит. Его уже больше никто никогда не заберет, этот парк. Ни под какие там везут. Он есть сегодня, но его сегодня нужно туда влечь какое-то новое дыхание. Подставить какие-то аттракционы, чтобы наши дети не ездили туда, а они находились и были здесь. О планах на 2017 год в Анапской говорят осторожно. По возможности планируют расширить школу номер 21. Общественники говорят, что необходимо расчистить русло реки Анапка, чтобы с дождями вода не подтапливала окрестности. Городские власти заверили, что деньги на эти цели предусмотрены. Отчетные собрания в течение двух недель пройдут во всех сельских округах. Конечно, многое зависит от финансирования и работы местных администраций. Но большую роль в том, каким быть округу, играет жизнь общественная. В Цибанабалке центр этой жизни школа. Храм наук стал точкой притяжения и в спорте, и в гражданской инициативе. Активную позицию воспитания подрастающего поколения здесь доказывают не словами, а делом. Валерий Михайлов на посту директора 16-й школы Цибанабалки с 1994 года. Более чем 20-летний стаж педагога и руководителя позволил взять на себя другую, не менее важную миссию – возглавить Совет общественности. На развитие сельского округа смотрит системно, видит позитивные перемены и причины злободневных проблем. Меня, например, очень серьезно беспокоит ситуация с придворовыми такими территориями. Мы погрязли в мусоре просто, вы понимаете. И никакие увещевания, никакие штрафы и прочее как-то не доходят. Люди не понимают, что если ты убрал не только у себя во дворе и в доме, в квартире, а если ты это сделал еще и возле двора, что-то намного презентабельнее выглядит. Я считаю, что мы никогда, наверное, не займем первого места на муниципалитете по чистоте, по красоте, пока у нас вот такая будет ситуация. Поверьте, об общественной инициативе Валерий Васильевич не просто рассуждает. В родной школе он идейный вдохновитель многих полезных нововведений. Подтолкнули все те же системные проблемы. Спортивная инфраструктура, наследие советских времен давно требует модернизации. У нас очень хорошая рождаемость. Поэтому желающих провести досуг в большом христианном зале очень много. Мы выходим по-разному. Ситуации, ну, все подсобные помещения, которые у нас имеются, мы не затеяли в спортивное сооружение. В актовом зале репетируют воспитанницы ансамбля народного танца «Жемчужина». Руководитель Татьяна Федорова показывает костюмерную и благодарит родителей за участие в жизни коллектива. Рядом шашечный клуб. Не смотрите, что помещение небольшое – это центр шашечной культуры, говорят в школе. Еще одна бывшая хозпостройка, теперь зал вольной борьбы. Провели канализацию и сделали ремонт. Трудились педагоги и родители. Нужна помощь, утеплить помещение, и тогда будет комфортно. Полы поменяли, видите, татами положили, то есть из плесени от всего избавились. Условия стали лучше, и даже детей стали больше возить. Это очень здорово, когда работает секция. Тем более в нашей школе работает очень много секций, и дети с удовольствием занимаются. Кроме вольной борьбы у нас здесь и велоспорт, и шашки. Кто-то определяется, кому-то борьба интересна, кому-то шашки интересны. То есть в поселке у нас хорошо со спортом. Хотелось бы, чтобы работали федеральные программы на селе, чтобы наши депутаты, загнодательные собрания приняли программы, которые бы развивали спорт на селе, строили спортивные комплексы. 1200 учащихся, каждый талантлив по-своему. Одни занимаются волейболом, другие ждут теплой погоды, чтобы опять прийти в велосекцию. Здесь, под нее, переоборудовали здание во дворе. Поддержать детей в их стремлении самореализоваться – задача любого хорошего педагога. И к другим темам. Простудные заболевания отступают, уверены специалисты Роспотребнадзора. До этого еженедельно медики фиксировали 50-70 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Текущий показатель в два раза меньше и значительно ниже опасного порога. На 10 тысяч населения у нас интенсивный показатель был 5,1 при эпид-пороге 29, то есть меньше практически в 5 раз. И на сегодняшний день конкретно, на 1 февраля, он составляет 1,8 при эпид-пороге 37, то есть в 20 раз практически ниже. Сработали прививки, потому что привито с детского населения более 80-89%. В Анапе привито 40% взрослого населения. Санитарные врачи говорят, что такого уровня вакцинации достаточно, чтобы не допустить серьезных вспышек гриппа. Тем не менее, бдительность надо сохранять. Относительно опасный период продлится до конца февраля. Медики просят анапчан внимательнее относиться к здоровью, при первых же симптомах болезни обращаться к врачу. Более трех тысяч анапских школьников в течение ближайшей недели попробуют свои силы на дорожках бассейна «Виктория». В Анапе стартовал муниципальный этап губернаторского кубка по плаванию. Наравне с уже состоявшимися спортсменами принять участие в заплывах может любой школьник. 25 метров для самых юных, для тех, кто постарше 50. Стиль вольный, то есть каждый плывет так, как ему привычнее. В соревнованиях принимают участие школьники со всего муниципалитета, хотя среди них есть уже достаточно опытные пловцы. Первоклассница Варя учится в седьмой школе, у нее третий юношеский разряд, в копилке призовые места на городских соревнованиях. Бабушка рассказывает, что отдали ребенка в секцию для общего здоровья, теперь рекомендуют всем. Стала более здоровая, дисциплинированная, учится в школе хорошо. Это лишь малая часть спортсменов. В заплывах примут участие более 3000 школьников. График соревнований расписан до 10 февраля. Это первый крупный турнир после завершения реконструкции одного из ключевых спортивных сооружений города-курорта. Очень рады, потому что без своей родной воды, без дома, так сказать, очень тяжело. Сейчас мы вернулись в свои родные стены, результаты сразу же пошли наверх, возросло количество обучающихся на отделении и есть определенные надежды на некоторых воспитанников. В городском управлении спорта говорят, что 3000 участников – это не предел. В планах увеличить число до 5000. Цифра вполне реальная, потому что плавание в Анапе – одна из самых популярных дисциплин. Сейчас вот у нас команда города Корт-Унапа ехала тоже на старт краевой «Веселый дельфин». Это очень важный старт, потому что сейчас именно по первым стартам формируется сборная команда Краснодарского края. И наши ребята имеют там свои позиции, в общем-то, свои места. У Анастасии Шевченко четыре первых и два вторых места на чемпионате страны. Сегодня выступает за свою школу, тренируется здесь же. Удобно. Все есть показатели сделали в школе. Если человек с плохим зрением, ему по-любому помогут здесь и не тяжело будет. По итогам муниципального этапа восемь сильнейших пловцов представят Анапу на зональных соревнованиях. Финал пройдет в марте в городе Кропоткин. За право выступить на краевых соревнованиях борются и анапские гимнастки. Сегодня на базе детской спортивной школы номер 10 стартовало открытое муниципальное первенство курорта по художественной гимнастике. Впервые в соревнованиях принимают участие спортсменки из Крыма, так как полуостров теперь входит в Южный федеральный округ. Анапу на соревнованиях представили воспитанницы 10-й спортивной школы. Первый день соревнований. Сегодня гимнастки выступают с индивидуальными программами. Завтра покажут групповые. Всего в первенстве принимают участие 8 команд. Это 120 человек в возрасте от 6 до 15 лет. У нас впереди спортивный сезон. Наша задача проверить наших спортсменов. Я надеюсь, нам в этом помогут наши гости. Поэтому удачного вам старта проявить себя в характер спортивный. Поздравляю вас! В программе выступление с булавами, скакалкой, лентой, обручем и без предметов. В этом году выступать немного сложнее, так как ужесточились правила оценки. С 2017 года поменялись правила соревнований по художественной гимнастике. Изменился подсчет оценок. Добавилась работа левой рукой, левой ногой. На данных соревнованиях все это судьи будут отслеживать, давать сбавки, если правил не удовлетворяет правилам соревнований. Среди участниц как новички, так и опытные спортсменки, которые успешно выступают по программе кандидатов в мастера спорта. Также в этом году впервые в соревнованиях приняли участие Симферополь и Феодосия. Наш город представляют сильнейшие спортсменки. Диана Данилина занимается гимнастикой уже пятый год. В городских турнирах часто берет первые места. Сегодня выступает без предмета и со скакалкой. Первое выступление в целом прошло удачно, несмотря на небольшие помарки. Я не удержала кольцо, но я думаю, что я второе место займу. Художественная гимнастика считается одним из самых сложных видов спорта, который покоряется немногим. Требования к спортсменам достаточно высокие. Девочка должна быть музыкальной, координированной и имеющей определенные физические данные. Помимо музыкальности у нас еще хореография на уровне балета идет. И требуется еще и цирковое искусство. Очень тяжело. Но многие девочки это делают. Делает это не без успеха и наша спортсменка, признаваясь, что она этот вид спорта выбрала не только ради физического развития. Он для девочки красивый и подходит. И с ним больше худеешь и фигура появляется. Итоги соревнований подведут завтра после группового первенства. Из победительниц будет сформирована сборная команда города. Она представит Анапу на краевых соревнованиях, которые состоятся уже этой весной в Краснодаре. Первый день здоровья для взрослых в 2017 году состоится завтра, 4 февраля, в селе Витязево, под девизом «Вместе против рака, вместе ради жизни». Профилактическое мероприятие будет проходить с 9 до 13 часов в амбулатории номер 8. В сельских жителей будут принимать узкие специалисты – терапевт, невролог, лороврач, педиатр, а также эндокринолог, офтальмолог и уролог. Также на месте можно будет проверить сердечно-сосудистую систему, сделать экспресс-анализ общего холестерина и глюкозы крови, а также УЗИ молочных желез. Кроме того, в Витязевце смогут оценить работу нового передвижного флюорографа, который в нынешнем году будет работать на всех взрослых днях здоровья в сельских округах. И в завершении выпуска информация от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ» и приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Также партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин – уролог и УЗИ за 998 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова